2022 год, 28 апреля, ребенок с диагнозом микроцефалия, аномалия развития головного мозга, микроцефалия, дисгенезия мозолистого тела, олигогрия, дисэнцефалия, шизэнцефалия, правой теменной, высочной и левой теменной области, МРТ-прежники диффузных параментикулярных лекомаляций, атрофия больших полушарий головного мозга с асимметричной внутренней гидроцефалией, заместительного характера, признаки атрофии структур ствола мозга и полушарий, МРТ-прежники диффузных изменений в суббарахноидарном пространстве, пространство задней черпной ямки. Ребенка 2 месяца, сегодня используется 2 месяца. Так, подтверждение данного заключения мы можем здесь увидеть. Вот, можно здесь увидеть. Значит, подтверждение данного заключения мы можем здесь увидеть. Продолжение следует... 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 Главное, что ребенок практически снаружи выглядел здоровым и никакие жалобы не имеют. Врачи сказали, что у тебя микросифвали и структуры главного не было. Думаю, что у нас есть репетки, но доктор, боли миасы кружки, маму оллари, чтобы было. Появится, что это не только что, но и не остается. Но, в следующем году, что мы не будем делать, грязь была. Болезнь больше не уничтожила, не уничтожила. Откруйте, значит, головной уборой верите. Значит, вот сейчас покажу. Значит, диспропорции имеется. Луны, высоких, теменных костей телепа. Смотрит, на внешний раздражение отвечает. Дай Богу здоровьем, но физическом развитии отстает чуть-чуть. Дай Богу здоровьем, дай Богу здоровьем. Дай Богу здоровьем.